Мне есть чему гордиться. Это моя есть уникальность, что у меня есть свои миллионеры. Люди видят тебя, когда ты уже успешный, они начнут тебе признавать, а до этого они не видят ничего. Вроде бы прибыльный, но если тебе не подходит твой образ жизни, лучше не делать. Самое интересное было в том, что когда ходил на эти тренинги, я на русском-то не понимал. У вас в голове сразу, потому что это мышление должника, я помню, я через это прошел, и в голове мысль, где бы еще, брат. А теперь, если ты берешь, и это маловато, думаешь, мало занимал, надо было побольше занять. Вам придется заставить себя взять в руку. Что я хочу сказать? Большие успехи приходят в вашу жизнь только через наставники. Без наставника они не придут. Я сегодня хочу говорить очень много о тех вещах, которые помогли нам достигать успехов. Я сегодня буду говорить все практические шаги, которые сделал, через чего помогло мне дойти до такого уровня успеха. А есть здесь у нас, из этих 38 учеников, которые вы видите, 7-8 из них, может быть 8, может быть 7 из них, они когда пришли к нам, уже были миллионеры. Но они пришли к нам. Почему? Потому что, значит, что-то видели с ценностями, видели что-то хорошего, поэтому, наверное, пришли. Некоторые меня спрашивают, почему вы не организуете форум с мировыми спикерами и так далее. Я говорю, знаете, мне есть чему гордиться. Это моя есть уникальность, что у меня есть свои миллионеры рядом со мной, которые мы вырастили. Не каждый бизнес-тренер или бизнес-наставник могут хвастаться тем, что он вырастил, стал причиной того, чтобы кто-то другой стал миллионером или кто-то другой вырвался из кучи долгов и так далее. Сегодня, 2021 год, 24 мои компании действуют. Они в сфере торговли, в сфере недвижимости, строительстве. Я недавно купил еще небольшой банк, который собираюсь сделать его нормальным банком и так далее. Вот так работаю в этих направлениях. Это сегодня, 2021 год. Я сначала покажу вам сегодня, а потом вернемся назад, для того, чтобы вы поняли, что это все не так просто появилось. Люди видят тебя, когда ты уже успешный, когда ты уже что-то добился, они увидят. Когда ты уже что-то смог сделать, они начнут тебя признавать. А до этого они не видят ничего. Вот так выглядит, вы можете интернет или где-то посмотреть, UDI Group, United Develop Investment Group, можете посмотреть, вы увидите. Вот так и выглядят эти бизнесы, они разные. Это школы, это фисташковые плантации, абрикозы плантации, недвижимость. В одном из наших бизнесов мы продаем стройматериал, вот это видите, вот это для строительства. Вот, в общем, они такие. Если вам нужно будет когда-нибудь свежие фрукты и так далее, обращайтесь ко мне, потому что через два года я буду самым, наверное, крупным поставщиком в этом сфере. Потому что огромные плантации я делаю. Ну, это дерево последовательно растет, постепенно дает доходы и так далее. Это наши магазины в России, там сухофрукты, оптики, они по Казахстану находятся. Мой путь, с чего начиналось и как я начал это все делать, вот я родился в таком селе, когда-нибудь приглашаю вас к себе домой, приезжайте, там всего 426 домов. Последний номер дома, это мой номер, потому что дальше начинаются горы. У меня не было шанса стать, кто я есть на данный момент, на сегодняшней жизни, поэтому я очень хорошо понимаю, о чем тут рассказываю. Вот так я уехал в Россию гастарбайтером в 96-м году. Это, видите, стройка идет в каком-то здании или что-то там было, я был грузчиком и так далее. Я с этого начинал. Я начал стать потом тренером по здоровью. Когда я начал стать тренером по здоровью? Когда я начал понять, что сначала в 96-м году, полгода я работал гастарбайтером, грузчиком и так далее, я осознал, что таким путем изменить свою судьбу не получится никогда. Я просто все то, что зарабатывал, вкладывал в свои мозги, ходил учился, вкладывал образование. В 96-м годах я ходил на тренинги, которые в день платили 500 долларов, а квартиры в Таджикистане стоили 400-500 долларов. Представляете, в день я платил стоимость одной квартиры, доллар был 625 рублей, 100 долларов, я помню, было 625 рублей. Я ходил на тренинги, а тренинги стоили 3000, 5000 рублей, 8000 рублей, а 8000 рублей, это было 1200 долларов почти. Самое интересное было в том, что когда я ходил на этих тренингах, я на русском-то не понимал, почти 98% не понимал, что они говорят. Я ходил вон там в туалете, плакал и сказал себе, как это так, как так, как это судьба такова. Я не понимал на русском, поэтому, но одну вещь меня удовлетворяла, это что? Ты на правильной дороге, просто продолжай идти, ты на правильной дороге, когда-нибудь дойдешь. Поэтому самое главное выбрать правильную дорогу, правильный путь, хоть медленно, хоть быстро, когда-нибудь дойдете. Главное просто правильно выбрать правильную дорогу. Семь лет преподавал по системе Нарбекова, с 98-ми годах по 2067-ми годах я преподавал и стал тренером. Я был один из лучших тренеров, потому что я был психологом, потому что я вырос в этих системах и так далее. Но первые свои деньги я начал зарабатывать, первый свой миллион на недвижимость. С 98-ми годах я начал зарабатывать и новостройки начал покупать в Москве, потом в Алма-Ате, Астане, Бишкеке. Основным я начал зарабатывать свой первый миллион на недвижимость. Как было? В 98-ми годах, 2000-ми годах я зарабатывал и вкладывал, зарабатывал, вкладывал. Я покупал новостройки, покупал участки и так далее. В недвижимости до сих пор каждый год я зарабатываю от миллиона до трех миллионов долларов каждый год стабильно. Потому что в недвижимости я научился, как можно зарабатывать. И первый миллион я заработал тогда. То есть получилось так, я покупал новостройки, покупал участки. Вот это два важные вещи, была фишка, которую я это делал. Потом они, когда начали подорожать, помните, в 2004-2005 годах, цены начали подорожать. Я начал продавать, и у меня была нормальная сумма денег. Но жизнь, она такая штука, что вы обязательно пройдете через определенные вещи. Через определенные ошибки и так далее. Вы видели мой ролик «Улыбайся»? А вот в таком случае вам придется заставить себя взять в руку. Порой вы поймете, что судьба даже против вас. Природа против вас. Люди против вас. Абсолютно все против вас. Как будто у вас места нет в этом мире. И я тогда понял. Я думал, йо Аллах, дай мне силы как-то пройти все это. Наверное, ты к чему-то мне готовишь. Но только дай силы пройти все это. Потому что за что бы я не ввязался, заканчивается бедой. За что бы я не ввязался, заканчиваются долги. А долги – это унижение, это давление, это ссоры, это моральная усталость. Истощает ваш организм здоровья. Авторитет вашей полностью уничтожает. Онижение уничтожает. Это так. Когда людям рассказываешь о своем успехе, люди думают, что как будто у тебя легко все получается. Без ошибки, без потери и так далее. Нет. Потери в начале гарантированы. Ошибки в начале гарантированы. Через их мы пройдем. А оказывается, это похожа формула на это. Мы же понимаем, что когда мы хотим писать плюс, обычно как пишется плюс? Мы же знаем, что сначала пишется так. Да? А потом? То есть получается, что любой успех, первые в начале шаги, у него обязательно будут ошибочные пути. Я начал консультироваться с Ричардом Брэнсоном. На тот момент у меня было 9 компаний. Я у него консультировался. Я ему спросил, почему я пошел к нему консультироваться. Я платил очень хорошие деньги. 50 тысяч долларов за 5 минут. Вы платили бы так? Поэтому я миллионер. Ваше основное конкуренное преимущество – это ваш ум. А все остальное – это потом. Потому что ваш ум создает вокруг вас все остальное. Потом начали с 2014-2015 годов до сегодняшний день. Потому что я до конца 2014 года долги отдал. Около 3 миллионов долларов долги отдал. До конца 2014 года. В начале 2015-го, за сегодняшний день, я построил все эти бизнесы. Как вы думаете, за 6 лет хороший успех? Или не очень? Хороший успех. Дай следующее. Вот столько людей посещают наши тренинги, семинары и так далее. Вот, видите, давай дальше, да? 668 магазинов мы построили. Парфюмеры, техники, оптики и так далее. Сухофрукты. Хороший результат? АПЛОДИСМЕНТЫ Это оказалось очень хорошей вещь. 668 магазинов построили за это время. Получается, с 2015 года до сегодняшний день. И опыт работает. Поэтому я буду сегодня говорить о тех вещах, которые работают, с некоторыми фондами, этим, в общем, 27 компаний. Если вы мои ошибки учитываете и только хорошие берете, очень легко двигаться. Я анализирую, думаю, почему через эти ошибки я прошел. Потому что не был наставник. Если у меня был бы наставник, он, соответственно, остановил бы меня. Смотрите, 38 долларов миллионеров я вырастил. Многие из них не делали эти ошибки. Вы согласны, что если вы умеете водить машину, вы можете этого научить кому-то? Водить машину. Если вы умеете готовить еда, вы можете кого-то научить, как готовить. Согласны? А когда вы какую-то еду 10, 20, 40 раз готовите, вы в этом станете профессионалом. Сейчас я стал профессионалом, как вырастить миллионеров. Это правда. Это правда. Мне достаточно видеть человека и немножко выникать в его бизнес. Сразу пойму, это бизнес способен стать миллионным бизнесом? Или этот человек может ли это делать, или нет? Сразу я вижу это. Этот человек может ли эту компанию сделать миллионным? Или иногда я вижу так. Бизнес способен стать миллионным, но человек не способен. Ну, у него нет этого потенциала. У него нет этого внутреннего, понимаете, вот драйва, двигателя. Вы же не можете в Запорожье сидеть, надеяться, что летаете там, как ракета. Согласны? Потому что вы же видите, что это же невозможно. Дальше. Делал бизнес с тем, у кого денег меньше, чем у меня. Пожалуйста, внимание. Никогда не работайте, не станьте партнером с теми, у кого мало денег. Бизнес бывает, что подъемы, бизнес бывает спад, бизнес бывает застой. А когда застой или спад, вся тяжесть придет на ваше плечо. Кто это пережил? Кто хоть разу с этим столкнулся? Пожалуйста, не делайте бизнес тем, у кого долги, или у кого там менее денег у вас и так далее. Потому что вся нагрузка будет на вас. Не надо это так делать. Это тяжело. Внимание. Некоторые говорят, ну как, если это мой друг, если это мой родственник, если это что? Дорогой мой. Если ты готов, результат, который можно было за два года добиться, 15 лет потерять, ну иди делай. Иди делай. Если ты готов ради этого друга, ради этого родственника потерять 13-12 лет своей жизни, ну тогда иди делай. Но если ты хочешь понять, чтобы быстрее шагать, чтобы обойти конкурентов и так далее, лучше фокусироваться, работать с теми, кто сильнее, чем ты. Ты быстрее поднимешься, быстрее ты растешь. Будешь работать с теми, у кого денег меньше, чем у тебя. Момент застой, момент трудностей, момент кризиса, все трудности придут на твои шеи. Всегда подсознательно делал акцент на прибыль. Одной из моих больших ошибок было то, что когда выбирал проекты, я всегда выбрал проекты, ориентируясь на прибыль. А когда вы много ориентируетесь на прибыль, вы не замечаете риски. Кто понял? Что происходит? Нет, вы не замечаете подводные камни, не замечаете риски. Внимание обратите. Пожалуйста, больше акцент делайте на управлении риска. Если риска можете управлять, прибыль гарантированно будет. Потому что если риска вы можете понять, где риск, как его управлять, как безопасить и так далее, прибыль у вас все равно будет. Прибыль гарантированно будет, ребята. Так что просто старайтесь, чтобы сначала управлять риски. Всегда смотреть вперед, не замечать, что обязательство растет. Я иногда, помните, то я по партнера пригласил, проект не работал. То того пригласил, проект не работал. Некоторые из них, они приходили, мне говорили, послушай, раз у тебя проект не работал, верни мне деньги. Честно скажу вам, я всегда возвращал деньги, если проект не работал. Всегда. Потому что я привлек, хотя они вложили в бизнес, но если в бизнес не пошел проект, хотя это я не обязан вернуть. Иногда проект это риск. Мы мусульмане, если ты участник прибыли, и ты должны быть участник потери. Так же, но просто некоторые люди просто в тот момент приобуваются. Так же, они приобуваются. Я всегда возвращал. Я не хотел ни с кем спорить, ни с кем того говорить. Я говорю, послушай, парень, это всего лишь деньги. Ты мне деньгами не пугаешь. Давай я тебе их верну. Я был такой, я всегда возвращал. Проект, если не работал, я вернул деньги. Лучшие отношения. Лучше сохранить отношения, лучше сохранить человечность. Я думаю, что через 5 лет, 7 лет, моя цель к 2030 году дойти до этого. Аллах даст до этого времени, среди них будут 10, может быть 5 или 10 из них миллиардеров, 90 из них миллионеров. Я думаю, что теперь они не дадут мне падать. Согласны? И друг друга тоже не будут давать падать, потому что если они будут в одном философии расти, в одном духе, в одном мировоззрении, они будут помогать друг другу когда-нибудь среди них. Вы знаете, как хорошо, когда рядом с тобой хотя бы 10, 20 или 50 миллионеров. Согласны? Представьте на минуту, любая идея на тебе по миллион долларов в 100 миллионов. Любая идея. Это не важно, твоя идея или их идея. И вы вместе, вкладывая, создадите синергию, вы сделаете большие успехи и так далее. Я над этим работаю, потому что среда все равно определяет, кто вы станете. Вы никогда не займете в одиночке место 100 миллионеров. Никогда. Согласны? Это невозможно. Я когда вот это пережил, трудный момент, вот это когда был в долгах, и сильно помолился Аллаху, я сказал, дай мне мудрость, чтобы как-то создать вокруг себя ту среду, которая поможет мне, и для меня была на благо, и для моих учеников и так далее. И, алхамдулло, потихонечку получается это все создавать, формировать. Однажды один мой ученик мне сказал, настану, вы так много ошибок делаете. Один мой ученик так сказал. Я сказал, ты прав, я просто учусь. Он говорит, почему так столько ошибок? Я сказал, потому что я хочу стать миллиардером, поэтому. Теперь зато я точно уже фундамент создал и точно знаю стратегию, которая приведет к этому. Если вот тут четко поймешь, без этого не обойдешься. Наверное, так. Одна из больших ошибок, которые я делал, это было неправильное расширение. Я быстро расширялся. И эти расширения привели к расплению. То есть, получается, что в год 36 магазин спортивной одежды открыли, еще три магазина одежды, и они оказались, когда вы быстро расширяетесь, команда не успевает быть готовой. Команда не успевает быть готовой, будут недофинансированы, и много проблем. Три показателя выявил, которые надо расширяться, если они у вас есть. Когда у вас накапливаются резервные деньги, резервный товар, и резервные кадры, когда вот это все у вас появляется, когда вы внимание обратите, вот это вы видите, что вот это в вашем магазине или точке, потолок проходимости достиг. Например, здесь у вас продажа 12 миллионов тенге. Сколько бы вы туда товар не таскали, в месяц он продает 12 миллионов тенге. Например. Больше не продает. Может быть, в магазине у вас 30 миллионов товаров, но он все равно продает на 12 миллионов. Плюс-минус там миллион больше, миллион меньше и так далее. Или сезоны чуть меньше. То есть получается, что потолок проходимости выявили. Пожалуйста, туда больше не запихивайте товар. Лучше открывать вторую, третью точку и так далее. Иначе этот ваш магазин превращается в склад. К чему превращается? Склад, да. Поэтому в обязательном порядке уйдите от этого. Если вы от этого уйдете, это будет хорошо. Вот расширяйтесь, если эти показатели видите. Преждевременное расширение – это распыление. Во всех бизнесах начинал масштабно работать. Одна из проблем была эта. На место того, чтобы делать сначала одно, потом второе, потом третье, я начал делать сразу масштабно. Внимание обратите. Например, когда кунжит надо было сажать, я сажал сразу 100 гектаров. Не один-два, а сразу 100. Когда спортивные одежды, сразу 36 магазинов пытались открыть. Это оказалась ошибка. Когда Ричардом Брэнсоном поговорил, он сказал так. Знаете, какой пример он привел, который действительно мне сильно помогло? Он сказал так. Ты был в цирке? Ты видел, как жонглёр играет? Жонглёр играет всякими палками, шариками, всякими, да? Я сказал, да, видел жонглёр? Он сказал, сначала они обычно начнут с одного, а потом добавляется второй, третий, четвёртый, пятый. И все иногда до 15-20 в воздухе он держит одновременно. Так же? И это пример, мне кое-что дало, я задумался, ух ты, значит, надо научиться на одном проекте хорошо всё делать, а потом это всё что? Привезти, и потом упаковать, запускать и так далее. И у меня это получилось. Что я хочу сказать? Большие успехи приходят в вашу жизнь, только через наставники. Без наставника они не придут. Я думаю, что сегодняшнее, то, что я сейчас рассказывал, куча гранино-ошибки выделяя себя, что какой-то делали вывод. Недофинансирование. Много проектов бывает недофинансирование. Вообще, оказывается, потом, когда тоже делал анализ, многие, не только у меня, даже у многих людей, которые бизнес не могут нормально двигаться, подниматься, стать жизненноспособными, это 85% проблемы банковского, просто это недофинансирование изначально. Изначально недофинансирование. То есть бизнес мог бы нормально... Это как больной ребёнок, который родился больной. Похоже на этого. Вот бизнес, который изначально недофинансирование переживает, она вот так еле выживает, еле выживает и так, а год за годом потом труднее, труднее его привести в порядок. Поэтому планируйте сначала, найдите себя, если нет финансов, найдите нормальных сырных партнёров и всегда в планах делайте худшие вещи. То есть я имею в виду, ориентируйтесь на планах, на бумагах. Все плохое. Хорош, если придут, это радуешься. Я имею в виду, план должен быть пессимистический, а не позитивный. Обычно у многих людей наоборот. План суперпозитивный, потом результат пессимистический какой-то. Лучше пусть будут наоборот. Пусть будет план такой слишком пессимистичный, зато результат вас будет радовать. Настроение у вас хорошее? Сейчас мы пойдем обеденем прерыв. Хорошо, спасибо. Бурные аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok